Хорошее радио, хорошее радио, хорошее радио, радио, шансон. Радиоканал 103,2 FM в Екатеринбурге. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 6601 581. Для лиц старше 12 лет. Посидим, послушаем. Душевная беседа и живая музыка на радио Шансон Екатеринбург. В эфире на радио Шансон программа «Посидим, послушаем». С вами микрофон Наташа Комарова и у нас сегодня в студии гости. Автор, исполнитель, выросший на песнях Владимира Высоцкого, Ленинградского рок-клуба, родившийся в Бресте, но живущий и считающий гордым своего вдохновения Санкт-Петербург. Исполнитель, которому удается в бурном течении реки шоу-бизнеса сохранять свое собственное лицо. Виталий Аксенов в гостях на радио Шансон. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, радиослушатели. Добрый вечер, прекрасный город Екатеринбург. Приятно очень, Виталий, что вы к нам приехали. Спасибо за приглашение. На огонек заглянули еще до концерта. Я думаю, что ни для кого уже не секрет, друзья, что 12 ноября состоится концерт Виталия Аксенова. Пройдет он в Дворце молодежи в 19.00. Он начнется. И вот буквально через две недельки вы сможете лично увидеть Виталия в Екатеринбурге. А сегодня вы сможете услышать Виталия в том числе и песни в живом исполнении. Вот что характерно. К нам приезжала как-то Афина. И она же тоже из Питера. И все питерцы не боятся петь вживую. Москвичей пока ни одного не уговорили. Представляете, Виталий? Ну, не знаю. Мне кажется, это совершенно не относится к какому-то городу. Да? Вы думаете? Воспитание и прочие вещи, которые... Допустим, отношение к другим людям. Поэтому я немножечко воспитан по-другому. И также обманывать своего слушателя на концертах, используя фонограммы. И также почему бы не пообщаться вживую, подышать вот этим вот общением, спеть песню, если ты владеешь инструментом. Люди заодно послушают, как она, наверное, изначально звучала. Ну, все, наверное, интересно. Я очень люблю такие небольшие концерты, небольшие залы, где я даю концерты именно под гитару. И даже среди друзей, 50-100 человек. Такие концерты даже намного душевнее, интереснее. Они мне больше нравятся. Они все-таки другая там атмосфера. Поэтому я очень рад, что сегодня была возможность взять гитару. И уральские авиалинии ваши не запретили мне чем-то ее, как обычно, в салоне провести. Потому что сейчас уже есть некоторые препятствия. Поэтому гитара со мной. И сегодня в вашей студии, Наташа. Живой звук на радио «Шансон» будет обязательно. Спасибо большое. Споем. Это будет буквально через несколько минуток. А я напомню, друзья, вы можете звонить в прямой эфир на радио «Шансон» 386-103-2. Можно писать в нашу группу ВКонтакте. Радио «Шансон» Екатеринбург, 103-2-FM и адрес. Ну и, конечно, смс-сообщение на номер 8902-155-103-2. Есть у нас звоночек. Попробуем с места в карьер. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Вера. Вера, добрый вечер. У нас сегодня в гостях Виталий Аксенов. Добрый вечер, Вера. Почему грустно было с такой? Очень приятно. Я не ожидала, что до конца. Сегодня все сбывается. У вас есть, Вера, какой-то вопрос к Виталию? Потому что сегодня мы будем дарить за самые интересные вопросы отличные призы и подарки. Виталий Аксенов приехал не с пустыми руками, а с подарками. Как в песне у него поется. Да, ну, часто ли он бывал у нас в Екатеринбурге? И какие достопримечательности ему больше всего понравились в нашем городе? Вера, спасибо, что слушаете радио, интересуетесь. Я думал, мы эту тему сегодня с Натальей обсудим. Я в Екатеринбурге бывал. Это было, честно сказать, очень давно, 2002 год. Я записывал здесь один из своих первых альбомов с вашим известным земляком. У него на студии, у Новикова Александра Васильевича. Я не знаю сейчас, как эта студия, я думаю, она существует. Тогда я был, по-моему, на Свердловском, как называется, Свердловская киностудия. Свердловская киностудия, да. Поэтому, к сожалению, конечно же, достопримечательности города я тогда не успел посмотреть и полюбоваться, потому что был в работе. И здесь был я это дней пять. Вот поэтому, конечно же, и спасибо, что вы напомнили. И сегодняшняя встреча для меня тоже очень важная. Так что приходите 12 ноября на мой концерт. Мы также это все и обсудим, и спою для вас, и поговорим. Спасибо, Вера. Не грустите только, пожалуйста. У вас грустный голос. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Доброго. Спасибо, Вера. Спасибо, спасибо, Вера. 386-103-2. Друзья, звоните. Вот нам уже пишут наши группы ВКонтакте. Мне очень хочется зачитать теплые слова от наших радиослушателей. Радио Шансон 103-2. Большое спасибо всему вашему коллективу, что вы привозите нам таких замечательных артистов. Очень красивые душевные песни, музыка, прекрасное исполнение. Очень приятно слушать Виталия Аксенова. Спасибо вам большое, Виталий. Спасибо вам. Спасибо всем, кто слушает, любит. Мария Егоровна, напишет, и наши постоянные слушательницы. Правда, очень приятно, что есть такой и отклик, и есть у нас люди, которые действительно очень любят ваши песни и часто очень в концертах заказывают. Ну, это приятно. Хочу сказать, что тоже я получаю много писем. Я благодарю всех людей за то, что все-таки моя работа, моя творчество, ну, приносит такие прекрасные эмоции людям, что мы можем им чем-то помочь, и своим словом, своей музыкой, ну, вообще своими поступками, своими делами. Я не говорю о музыкантах, артистах. Человек любой профессии, несмотря ни на что, он должен быть полезен другому человеку, своему обществу, и побольше добра нести. Это будет самое главное. Когда будет такой же отклик от людей, я только верю в это, в доброе, в настоящее, в искреннее. Поэтому я благодарю вас. Спасибо. Виталий, слушайте, вот вы северный человек. Вы говорили, что у вас у папы корни в коме, там, и так далее. Но при этом... Ну, да, я очень такой... У меня смесь, наверное, такая и... Удивительная просто... Простите, я вас перебила. Наташа, говорите, говорите. Удивительное просто сочетание. Ну, как бы, обычно, вроде, мужчины... Ну, не всегда эмоциональны, да? А здесь, наоборот, что вы, вроде, внешне очень сдержаны, а внутри очень эмоциональны. У вас очень говорящие глаза. Ну, вы приходите на концерты, да. Мне очень тяжело сейчас говорить о своих каких-то эмоциях. Я действительно в этом плане очень сдержанный человек. Ну, когда касаемо работы и каких-то поступков и прочих вещей, я... Ну... Умеете выплющнуть. Есть и на звоночек 386-103,2 с места в карьеру вновь. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер, Наташенька. Я звонит Алексея, который в больнице лежит. А, Алексей. Поправляетесь, Алексей. Вы до сих пор не выздоровели, что ли? Я почти уже поправился. Давтра меня выпишут. Как здорово. Настроение уже, как бы, приподнято. Алексей, у нас сегодня в гостях Виталий Аксенов. Я слышу, слышу, да. Добрый вечер, Виталий. Поправляетесь, Алексей. Скорее выходите из лазарита. Спасибо вам за звонок. У вас есть какой-нибудь вопрос, может быть, пожелание? У меня, да, есть. Есть ли у Виталия какая-нибудь самая, самая любимая его песня? И пусть он ее исполнит. Самая любимая песня? Алексей, конечно же, все песни, как дети, они любимые. Ну, есть песни, которые действительно я пою, и я думаю, что я сегодня в этом эфире постараюсь для вас исполнить одну из многих песен. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Алексей, поправляетесь, поправляетесь. Спасибо, всем привет. Спасибо, вам тоже будьте здоровы. Самое главное, я забыла сказать, что мы же сегодня дарим подарки. Это на кону у нас, значит, мы ждем трех претендентов. Это два билета на концерт Виталия Аксенова 12 ноября. Это за самый такой креативный, необычный вопрос интересный. Ну, я думаю, да, хороший вопрос. Да. Потом Виталий привез целый набор видео. Диск, значит, правильно говорю? Диски, да, с моим записью, видео с концертов живых. И, значит, альбомы каждому свое. И предыдущий альбом, альбом беседка. Потому что я знаю, что вот в этом исполнении, в подарочном, вы навряд ли эти купите альбомы в магазинах. Поэтому я бы хотел бы слушателям это подарить. Это очень здорово. Поэтому, конечно же, давайте подарим людям эти подарки. Есть у нас еще вопросик. Добрый вечер. Нам не дадут спеть. Нам не дадут спеть. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Виталий Аксенов у нас сегодня в гостях. Говорите, пожалуйста, если у вас есть вопрос. Есть вопрос. Это Августова Владимировна. Слушаем вас, Августова Владимировна. Знаете что? Хочется знать, есть ли у вас песня грустная, но очень душевная. И второй вопрос. Есть ли у вас песня веселая, задуманная, чтобы от нее хотелось танцевать? Конечно. Августина Владимировна, да? Августова Владимировна, да? Августова Владимировна. Конечно же, как автор, исполнитель, композитор, поэт своих песен, конечно же, я затрагиваю разные темы нашей жизни. Но, судя и по вашему голосу, да, сейчас вы пребываете в таком настроении не совсем веселом. Поэтому для меня тоже это близко. Я тоже грущу. Я тоже иногда в глубине себе переживаю какие-то вещи. Есть времена, когда я радуюсь, этих моментов побольше. И все это в нашей жизни я, конечно же, затрагиваю и переношу на стихи. Поэтому, Августа Владимировна, все это есть в моем творчестве. Я надеюсь, что вы все-таки попадете на мой концерт. Сегодня тоже что-то мы вам покажем. Но хочу вам пожелать, немножечко встрепенитесь. Сегодня какие-то у нас очень грустные звонки. Но вообще, честно сказать, я по характеру... Просто вы волнуетесь. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мне впору тут волноваться. Наталья меня тут вопросами засаживает, в общем-то, со всех сторон и звонками. Но я хочу вам сказать, что это хорошо. Я сам лирик, я сам люблю грустить. В этом тоже есть своя прелесть, своя красота. Поэтому, знаете, все должно быть в меру в своей жизни. Поэтому находите силы себе. И пусть придут такие моменты, когда вы улыбнетесь. И когда вы позвоните нам с хорошей радостной новостью. Скажите, Виталий, слушай, а сегодня такое... Представляешь? Я шла и подскользнулась и упала на первом снегу. Сломала ногу. Какая радость. Августа Владимировна, спасибо вам за звоночек. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Ну, все, я уже в нетерпении. Очень хочется послушать песню. Мы начнем с живого исполнения или с подарков все-таки? А давайте подарки поставим. Да, мы немножко людей зарядим. И пусть звонят. И вспомним эту старую добрую песню. Подарков сегодня будет много, друзья. 386-103-2. Звоните. И за лучшим мы подарим и диски, и, конечно, билеты на концерт 12 ноября. Лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал. Зимний лес тревогою дыша. Мне изредка лошадок понукал. А сани мои давят, давят снег в инокар. Я болен желанием скорее увидеть тебя. Я путаю все потерял, где рассвет, где закат. Я еду к тебе, не знавая покоя, не сна. Я еду, вспоминаю ту весну. И наша встреча, девочка моя. Твои глаза и дивную косу. В которые вплетал ромашки я. С тех пор сны мои давно уж дышат тобой. Все песни, стихи пропитаны медом любви. Влечения к тебе велико на пути мне не стой. Что у волки, что кроки, что скрежет колючей зимы. А я везу тебе подарки, свет цари. На стой живой зубровки старки сам варил. Рыбки взял тебе на Волге на обид. А ситров, муксун и нельму сам ловил. А я везу тебе подарки из тайги. Топтышку-мишку, знаешь, еле уговорил. Морошки, клюквы, да брусники с головой. Всю красу, да и, конечно, мою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел. Подался в лес в березовые сны. От подлости людской и от страстей. От сплетен городов и суеты. Не то, чтоб не издюжил и львов все по пятную дал. Здесь как-то честней, добрей, да все по-мужски. Здесь по-настоящему искренне остался, пропал. С собой заберу все, видишь, сама потерпи. А может, все привиделось мне. Тут, знаешь, кислород, дурман, трава. Была ли ты и встреча в той весне? Но знаю, не жить сердцу без тебя. Огонь и все воздух морозный ноздрями берут. Средь этих лесов чую запах твой, еду к тебе. Прими от меня все дары всей души глубину. Поставим с тобой здесь мы дом на красивой реке. А я везу тебе подарки. Дух станиц, данских, орловских жеребцов да каплиц. Песен взял я у казаков, свободы нить. Просто так не отпустили, пришлось попить. Ой, я везу тебе подарки, чудеса. Заезжал я в гусь хрустальный, ой, мастера. Озеров блются, крики в лентах. Тебе везу всю красу, да и, конечно, любовь мою. А я везу тебе подарки. Солнце, да, янтарь на Балтике, в гусы сам везал. А на Полесье просто чудо, полешуки. Из добра тебе соткали рушники. Ой, я везу тебе подарки. Сундучки, халцетоны, малахиты, ой, роднички. Беловерской пуще сказки, сестру лису. Всю красу, да и, конечно, любовь мою. Беловерской пуще сказки, сестру лису. Всю красу, да и, конечно, любовь мою. Всю красу, да и, конечно, любовь мою. Посидим, послушаем. Есть ли у вас песня, которая, как гад и утенок, долго лежала какое-то время, а потом расцвела? Знаете, по поводу «долго лежала» такого нет. У меня, скажем так, ну и по специфике своей работы я не откладываю куда-то там в долгий ящик. Но то, что песня, допустим, потом приобрела своего слушателя... Популярность или успех. Да, вот эти моменты есть. Но все равно я хочу вам сказать, что я знаю, что еще много надо работать, а не настолько популярный человек, как, может быть, другие мои коллеги и так далее. Поэтому я знаю, что еще много надо и написать, и подвигаться, поработать. Поэтому некоторые песни, конечно же, дошли до вас, до слушателя, поэтому мне очень это приятно. Я постараюсь, наверное, одну из таких песен сегодня спеть для вас. А так вообще хочу, да, хочу вас поблагодарить, Вячеслав, и вашим лицем, и всех слушателей. Спасибо за внимание ко мне и к моему творчеству. Приходите 12 ноября на концерт, Вячеслав. Приходите, Вячеслав, приходите. Ну что, мы переходим все-таки... Очень мне уже хочется послушать своему исполнению песню. Давайте мы. И с какой мы начнем? Что вы будете петь первое вживое? Ну, я, наверное, не буду рассказывать саму тему этой песни, но то, что я очень люблю, то, чем я очень дорожу, и некоторые мои мысли и переживания. Все, что когда-то я пережил и переживаю сейчас, вообще посвящаю всем нашим слушателям, всем своим близким. Там, где я жил, рос, там, где я сейчас. Скрипит под полосом снежок, так и сяк, Несет лошадка в мои сани на рысях, Тороплюсь я, мне поспеть бы до поры, Я у любимой на рассвете взял взаймы. Вернуть к закату обещал наверняка, Держись, лошадка, будь дорога далека. Надо словом не сдержать, не упустить, Ведь любимая-то спросит, не просит, Но возвращаю я тебе, сердцем отдаюсь, Возвращаю я тебе, низко кланяюсь. Возьми преданность мою за всю солодость, А за глупости возьми мою молодость. Возвращаю я тебе реки с плёсами, Возвращаю с берегами, с утёсами. За то, что правило меня воеводило, Что пахло детством мне по речке Смородиной. Идём без устали, Наташа, вся как моя жизнь, Ещё чуть-чуть, родная, встану, отдышись. Если будем к сроку, отблагодарю, Тебе нарядную уздечку подарю. Будем живы, расскажу тебе о ней, Что за любимая моя, никто я ей. А щас гони, пока закат не отгорел, Чтоб я сказал, родная, здравствуй, я поспел. Но возвращаю я тебе, шляхи длинные, Возвращаю тебе горы с долинами. Возьми любовь за ту мечту, за предельную, А за друга тебе спасибо отдельное. Возвращаю я тебе, недрославные, Возвращаю золотые, алмазные. Возьми искренность мою, где так мучился, И за то благодарю, что не сучился. Возьми благо все мои огорчения, Что не по правилам я жил, по исключению. Уходит день, смотри, пылает горизонт, Садится солнце, сейчас в озера занырнет. Успелая, милая лошадка, вот и все, Глаза любима вижу в золоте озер. И вот плывет она во всей своей красе, Легкой поступью по травам в поросе. Ушла в туман, осталась сеха на ветру. Возвращаю тебе удаль казацкую, Что в хребет мне вбило пруд, Не сгибаемый, за то, что я еще живой, хоть и раненый. Возвращаю тебе счастье, что выколол, Возвращаю слезы те, что не выплакал. Возьми жизнь мою и кровь, мою алую, На всякий случай, если ворог пожалует. Возвращаю я тебе все, на чем стою, Возвращаю я тебе благодарствую. Возьми веру всю мою, храм бревенчатый, Чтобы знали, что с тобою мы венчаны. Возьми все то, что мною так и не пройдено, Ведь, любимая моя, это Родина. Слушайте, ну просто браво, здорово, Виталий, очень, очень, очень здорово. Это прямо, я пожалела, что у меня нет рядом, Виташа, приглашай. Телефон, нет, классно, спасибо вам большое, Просто такая энергетика от вас. Вот хорошо, что слушатель сейчас не видит, как я покраснел. Да? Прекращайте загонять меня. Это здорово, спасибо большое. Спасибо вам, Виталий Аксенов в эфире на радио Шансон. Друзья, 12 ноября вы сможете лично это все увидеть. Во дворце молодежи состоится концерт в 19.00. И сегодня мы по вашим вопросам будем разыгрывать два билета на концерт. Диски с автографом Виталия Аксенова. Ну и за лучшие обязательно подарим. Есть у нас куча вопросов и от женщин и от мужчин. В чем исполнение вопроса задать? В женском или в мужском? В группе ВКонтакте пишут. Ну давайте, я думаю, что мы уступим место. Да, нет. Мужчины не будут против. Виталий, добрый вечер. Очень рада, что вы, Наталья пишет, что вы посетили наш город и заглянули на любимый радио Шансон. Очень нравятся ваши песни. Спасибо вам за них. Желаю вам душевной гармонии, творческих побед и интересных встреч. У вас есть песни о любви и отношениях. Что вы считаете залогом крепкого и гармоничного союза? Заранее вас благодарю за ответ. Спасибо, Наташа. Я действительно очень много затрагуя тему о любви, об отношениях женщины и мужчины. Ну мне это очень близко. Я стараюсь и свою семью также содержать в этой чистоплотности. И я думаю, что мне так кажется, что все-таки, не скажу, что это уже окончательно залог успеха, потому что он состоит из разных моментов. В любом, как в нашей жизни, любой механизм, он имеет много всяких узлов, шестеренок и прочих вещей. Но мне кажется, уважение друг к другу, уважение, определенная терпимость, мне кажется, очень многое отдаст в вашей семье и в отношении даже дружбы, когда есть друзья, и вообще, слава Богу, когда они есть. Когда мы уважаем друг друга, когда мы слушаем друг друга, умеем слышать друг друга. А женщина и мужчина, тем более, это на острие, потому что два разных организма совершенно Господом заложены в женщине и в мужчине, и понимать надо. И очень важно, чтобы женщина понимала где-то определенную кротость, выражаясь так, включать и так далее. Но мужчина тоже не должен этим пользоваться. Не должно быть доминирование уже такое, что должно быть уважение женщины. Во всяком случае, это надо делать аккуратно, и чтобы женщина не поняла, что... Или когда женщина, допустим, что-то пытается повлиять на мужчин, все должно быть тоже очень аккуратно. Потому что это семья, да. Если это среди врагов и против вещей, конечно же, тоже используются такие вещи, в общем-то, некое лукавство. Поэтому, не знаю, я... Уважение, прежде всего, да? Уважение друг к другу за понимание и доброты побольше. У вас просто есть такие четкие, на мой взгляд, слова. Вот и в песне, например, там, любимым женщинам. Моё чувство молчаливо, но в ответе. Это очень, мне кажется, по-морски. Да, мне очень приятно, что вы владеете творчеством. Я хочу вам сказать честно, что над каждым словом, над каждой песней, ну, я работаю очень долго. Для меня, ну, я для себя это уже понял давно. Человек, который выходит на сцену, выходит на большую публику. Это касается всех моих коллег. И я хочу, может, чтобы они сейчас меня услышали. Мы должны понимать, мы уже сейчас где-то влияем на сознание многих людей. Они смотрят на нас. Они смотрят, как мы одеваемся. Ну, не говорю про себя. Это уже законодатели моды и так далее. Я говорю сейчас о поэтах, я о музыкантах. Слово на убийстве. Да, это точно. Поэтому здесь можно так ранить. Это вообще убить просто. Поэтому я вынашиваю это очень долго. Но это, во всяком случае, моя позиция. У меня не так много песен. Где-то около 120 за 20 лет своей работы. Я считаю, что это очень немного. Но поверьте, я хочу вам сказать, что я... Ну, некоторые песни пишу по году. Бывают быстрые песни, но это относительно быстрые песни. В основном, это 3-4 месяца. Я должен каждое слово. Я должен быть, во всяком случае, честен перед людьми. И каждому слово сказанное, оно должно быть правильным. Если я посвящаю, пишу об охоте на волков и так далее, я сам не охотник, допустим, но слышу мнение моих друзей охотников и так далее, что некоторые вещи подмечены. Ну, потому что я, если сажусь за эту тему, я должен быть справедлив. Я должен знать эту тему, во всяком случае. Или тогда за нее не берись. То же самое в отношениях и в любви и так далее. Многие песни, они автобиографичные. То, что я делаю, то, что вы процитировали. Я не стараюсь выпячивать свои какие-то вещи. Если во мне что есть, оно молчаливо. Действительно, самое главное, это твой поступок, твое деяние. Все остальное, можно слова, это просто будет ветер. Еще каждое слово должен подкрепить настоящим мужским поступком. Поэтому то, что поется в той песне, конечно же, ну, я так поступаю, я так живу, так меня воспитала мама. И так заложено Господом Богом. Поэтому и все вещи, о которых я пою и говорю, конечно же, они пережиты мной. И я хочу это все донести до людей. И мне очень приятно, что вы слушаете эти песни, они попадают к вам в сердце. Мне это приятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вообще, знаете, очень здорово. Такие ощущения, ну, я не знаю, как у слушателей, конечно, они у всех разные. Но вот есть ощущение, что вы живете, я не знаю, где-то в Сибири, в лесу. Нет, правда. Отшельничество. Нет, просто когда человек живет в мегаполисе, все равно этот шум, он все равно накладывает определенный свой отпечаток. И ощущение, что, ну, как бы, знаете, как такой, ну, как шлак появляется, да? Ну, вы очень правильно заметили, очень правильно. Я на концертах очень многое говорю, что мы, сейчас все равно посмотрите, мегаполисы многие, там коренных жителей, да, допустим, ну, не так уже очень много. Все едут в большие города, где деньги и прочие вещи и так далее. Я прошу прощения, у меня запустился разговор. Послушаем, нет, или чуть позже? Ну, давайте. Давайте, раз уж так. Одну из новых песен, давайте. Это из нового альбома. Я хочу сказать, что она нигде еще не звучала, поэтому впервые в Екатеринбурге. Большое спасибо. Екатеринбург, слушайте новую песню и приходите ко мне на концерт 12 ноября. Я купил билет, дошел до перона, Я, не торопясь, добрел до вагона. Уложил вещички, сел в уголочек, Правда, любопытный попался попутчик. А зачем тебе дорога, чтобы идти? А почему ты одинок, чтобы найти? А зачем тебе гитара, чтоб сказать? А струна тогда зачем, чтобы порвать? А почему так смотришь вдаль, чтоб не забыть? А глаза тебе зачем, чтобы закрыть? А живешь ты, брат, скажи мне, для людей? А улыбнулся ты зачем, чтобы быть добрее? Он спрашивал все, он строил ты гадки. Потом он достал свой коньяк шоколад. Наливал не спеша, очень старался, Но, видать, я его огорчил, отказался. А почему ты завязал, чтобы пожить? А друзья тебе зачем, чтоб дорожить? А жена тебе зачем, чтобы гореть? А любовь тогда зачем, чтобы болеть? А почему ты в сапогах, чтоб устоять? А враги тебе зачем, чтобы понять? А почему ты против ветра, чтоб утихо? А воевал зачем, чтоб жить среди своих? А почему ты против ветра, чтоб утихо? А воевал зачем, чтоб жить среди своих? Тяжелым был путь, скажу вам, не сказка. В итоге сошел он хмеленой под Батайском. Я все думал, что он хотел, и знаете, братцы. Он дал мне еще раз в себе разобраться. А почему идешь к вершине, чтобы взять? Ну а что, когда возьмешь, хочу раздать. Почему не лечишь сердце, пусть болит? Ну а смерть тебе зачем, пускай бодрит. Ну а кто там над тобою, воронье? Ну а что, если укрыться, не мое? Ах, зачем тебе все это надо жить? Ну а веришь ты зачем, чтобы простить? Ну а веришь ты зачем, чтобы простить? Ну а веришь ты зачем, чтобы простить? Реклама на Радио Шансон сделана от души. Радио Шансон представляет. Всенародный танцевальный марафон «Разгуляй» уже совсем близко. 26 ноября. Киноконцертный театр «Космос». Лучшие песни и любимые артисты. Михаил Шуфутинский, Рада Рай, Александр Буйнов, Гарик Кричевский, группа «Лесоповал» и другие. В Москве опять погода беспредельная. Весна, а снег метет на купола. Билеты в кассах города. Для зрителей старше 12 лет. Екатеринбургский цирк представляет в дни осенних каникул Виталий Смоленец с программой «Империя львиц». Без возрастных ограничений. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Екатеринбурге. 386-0086. Посидим, послушаем. Продолжается, друзья, программа «Посидим, послушаем». В гостях у нас Виталий Аксенов. Огромное количество звонков. Вопросов. И, к сожалению, конечно, все не успеем принять. К нам дозвонился Алексей. Добрый вечер. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Виталий. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте. Рада вас слышать. Ваш вопрос. Говорите. Да, именно. Ну вот хотел задать вопрос Виталию. Есть ли у него песни на шоферскую тематику? И если есть, то каково самоотношение к данным песням? Алексей, я хочу вам сказать, что эту тему я еще думаю, что еще будут написаны песни. Я еще конкретно не затрагивал. Именно говорить о слове конкретно, именно углубляясь. Именно дальнобойщики, ребята, которые, в общем-то, несут тяжелые такие испытания. Я, в общем-то, знаю и дружу с многими. И, честно сказать, если забегаю немножко вперед, я воспитывался в семье. Когда у меня умерла мама, у меня усыновила одна семья. Отец дальнобойщик и сын. И я знаю весь этот хлеб. И, в общем-то, с большим уважением к вашему труду. Но я знаю, что мои ребята и друзья мои, очень многие имеют мои записи. И дорожные мои какие-то песни всегда у них на флешке, на диске. И они всегда в машину с собой берут. Вот потому что я сам много езжу по стране и в разных городах, как и тот же дальнобойщик. Я вижу разные места разных людей, разные города. И об этом я говорю в песнях. И многие даже говорят, я, слушай, ехал с Новосибирского Владивостока. И там обратно. И, слушай, многие города, говорят, слушай, я проезжал те, которые ты там где-то вспоминал. И так далее мы посидели, поулыбались и прочее. Поэтому, ребят, с большим уважением к вам. Здоровья вам хватило бы на долгие годы, чтобы семьи ваши, жены всегда вас ждали с любовью. И возвращайтесь, возвращайтесь домой. Ну, думаю, что на эту тему я обязательно еще что-нибудь напишу. Спасибо большое. Спасибо вам, Виталий. Спасибо. Держитесь. Спасибо большое вам за вопрос, Алексей. Есть еще у нас вопросы из нашей группы ВКонтакте. Давайте, давайте. Мы успеваем еще. Успеваем, да. Потому что хочется еще под гитару послушать. Ну, и какие-то еще, может быть, новые. Пишет нам Артем. Здравствуйте, Виталий. Можно ли спросить у вас, как появилась в вашем репертуаре песня «Это рота»? Возможно ли попросить вас исполнить ее? С уважением, Артем. Да, я хочу немножечко тут внести определенную ясность. Песня «Это рота» – это не моего сочинения. Выходил, не помню в каком году, я писал альбом такой, некие каверы, как его называют, незабываемые, по-моему. Я специально по просьбе друзей пел песни не свои. Я тогда еще не писал много песен. По-моему, в те годы и появилась эта песня. Я не помню, кто-то из друзей мне ее напел, и она мне очень понравилась. Я знаю, что ее вообще, по-моему, никто не поет. Она очень такая серьезная, жесткая песня. И она в моем исполнении, да, где-то в интернете гуляет, грубо говоря. Даже мы ее пели с военным оркестром Ленинградского военного округа. В общем, интересная песня, действительно. Но многие считают, что это. Но я сразу говорю, это не моего авторства. И автор, я думаю, что, дай бог, жив, здоров. И спасибо ему за такую прекрасную песню. Спасибо большое. Виталий Федотов пишет. Добрый вечер. Очень нравится ваша песня «Михалыч». Скажите, пожалуйста, она была написана вами о реальном человеке? Может быть, это ваш близкий друг? Виталий, вы сговорились. Вы специально ему сейчас... Нет, нет. Мне просто Виталий Федотов. Мы с вами не знакомы, но мне тоже очень нравится песня «Михалыч». Я хочу сказать, что мы, да, перед эфиром с Натальей, она тоже мне про эту песню говорил. Я хочу сказать, что есть две песни, в которых звучит «Михалыч». Я понимаю, что он, Виталий Федотов, имеет в виду и вы. Песня «Я с ним не рос на этажах». Да, да, да. Ну, я не знаю, я эту имела в виду. Не знаю, что Виталий имела. Ну, скорее всего, эту песню. Я думаю, что можно ее и спеть. Эта песня действительно посвящена конкретному человеку, когда я еще жил в Бресте, в Белоруссии. Поэтому это имеет действительно реального персонажа. Этот человек, слава богу, жив-здоров и спасибо вам большое. Он очень много мне помогал. И, честно сказать, эта песня действительно нравится многим. Я давно ее не пою на концертах уже, но... Почему не поете? Ну, не знаю. Появляются новые песни и очень много философских песен, интересных песен. Поэтому, ну, как-то так сложилось. Но песня действительно хорошая. Ну, если будет время, может быть, даже... Может, успеем, да? Сегодня, да. Еще один вопрос. Просто разорвали нас. Мы спеваем, да? Ну, я надеюсь. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Иван, очень приятно. Добрый вечер. У вас есть вопрос к Виталию. Я слышу вас. Ну, вопрос такого плана, наверное, может быть, показалось. Может быть, так и есть. Ну, в какой-то момент вот были гастроли у вас вроде бы на Дальнем Востоке, да? И как-то потом резко, что ли, все это прекратилось. То есть, может быть, ну, какая причина этому? Может, концерты редкие сейчас. Что, редко концерты? Да. Да нет, особо в тот регион и не заехал. Иван, у вас нормальное настроение, хорошо, все в порядке? Все отлично. Ну, прекрасно. Я вас узнал. Здравствуйте, Иван. Я вас узнал прекрасно, да. Спасибо. Это действительно тот человек, который выступил с инициативой приехать к вам в город. Действительно, я хочу его поблагодарить. И прямо в эфире спасибо вам большое, что он бывал на моих концертах в других регионах. Не знаю, или по работе, или так. Но все равно я вам очень признателен, что вы стали неким таким импульсом. Потому что в Екатеринбурге я хотел давно приехать, и в этом городе когда-то начинал. Поэтому, Иван, спасибо вам большое. Берегите себя и близким своим. А в Дальнем Востоке я обязательно съезжу. Я бываю там, да, и частным визитом, но с большими гастролями. А то я не ездил. Поэтому я думаю, что я обязательно туда приеду. Мне очень важно, что вы слушайте мои песни, поклонники, слушатели. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Приходите на концерт 12 ноября. Спасибо большое вам большое за вопрос. Я думаю, что мы успеваем петь. Давайте споем, да? Я не буду. Я понял. Пожалуйста. Я знаете что, ну, блин, я думаю, извините. Ну, давайте я вспомню этого Михалыча. Потому что вы так только говорили. Алексей сегодня. Я с ним не рос на этажах, ни при делах, и не учился в одной школе. Я даже с ним, его спроси, не терся возле штанги на футбольном поле. Мы оба плыли по судьбе. Каждый себе выбирал пути, дороги. Но все же мы пересеклись, когда неслись, налетая на пороги. А ты уже тогда знал, где нельзя, где можно. Все вгрызался, лихо шарил. Кодекс таможенный и на все всем языкам и прочих вещаний. Позавидовал тебе бы сам, Верещагин, и в этой суете. Ты, как никто, имеешь доступ к доброте. И я не раз, ты знаешь, обретал себя. Когда без лишних фраз ты выручил меня. Там все, Михалыч, пишется, где надо там услышаться. И где-то между славой и недугом Я счел за честь быть твоим другом. Гуляли тени по воде, в твоей судьбе Хватает тоже черных дюжи. И ни одну ломали жизнь в чертовской лжи, Но ты сумел и стюжил. Как выяснялось на бегу, В твоем году тринадцатый гуляет месяц. Ты все тринадцатки в нем взял, будто обнял, И на себе, как есть, повесил. Но Господь храни тебя от злого курсива, И счастью имя дедово несешь ты красиво. И радость ляжет в жилы, Гордость испытает тоже. Отец за тебя, как и ты за него же, Но в сотый раз скольнут. И за спиной тебя удавом назовут, Но ты сказал, как дунул, все мы сможем. Но не будьте только крысой с самой свиной, Там все, Михалыч, пишется, Где надо там услышаться. И где-то между славой и недугом Я счел за честь быть твоим другом. Все по дорогам разошлись, Но наша жизнь похлеще скульптора ваяет. И что творится в мастерской, Мы словно в бой Законы свои принимаем. Друзей надежных и в цене Ты выбрал не по ТНВ-ду, не по ГОСТу. Тебе Господь их всех послал, Он точно знал. Не просто все это, не просто. Знаешь, Михалыч, на нужных дрожжах Ты замешан. Слабые струны, людские не тешил, Но если вдруг что, То пускай обойдется, Коль дубрысишь. Добро мы взойдется, Вот, кажется, и все. Давай по водочке, Ты только ведь ее, И быть здоровью, быть добру, Да и при том, Чтобы звенела до копеечка рублем. Там все, Михалыч, пишется, Где надо там услышаться. И где-то между славой и недугом Я счел за честь Быть твоим другом. Я с ним, Наташа, не в рост на этажах, Не при делах и не учился В одной школе. Я даже с ним, его спроси, Не терся возле штанги На футбольном поле. Мы оба плыли по судьбе, Каждый себе выбирал Пути, дороги. Но все же мы пересеклись, Когда неслись, Налетая на пороги. Добрый вечер, Гетеринбург. Добрый вечер. Здорово. Лично, не знаю, друзья, как вы, Лично я 12 ноября Концерт не пропущу. Это очень классно. Я судила кусочек. Простите, Виталий, Я, может быть, вам помешала, но я не удержалась. Я не видел. Не видели? Я закрыл глаза. Все остальное, друзья, смотрите лично. Это классно. 12 ноября в Дворце молодежи. Мы успеем еще буквально, я думаю, что две песенки послушать. Ну давайте уже, да, гитару. Я думаю, что приходите. 12-го я попою и под гитару. С коллектива. У меня большой профессиональный коллектив, поэтому приходите, ребята. У вас там больше 7 человек, да? Да, 7 человек. У меня там заслуженный артист России, и наша золотая скрипка Алексея Васильевича Долькевича, который столько лет работал с Александром Ильичем Разумбаумом, с Михаилом Кругом, с Трофеевым Сергеем. Сейчас я очень благодарен, что работают со мной в коллективе. Уже 6 лет или 5 мы вместе, поэтому я очень признателен ему, этому человеку и моим ребятам-музыкантам. Приходите, там будет действительно интересно. Попою, спою новые песни. Спасибо большое, Наташа. А вы как-то, Виталий, сказали, что для вас, ну, и на сайте у вас тоже об этом написано, что для вас очень важно, кроме того, чтобы музыкант был профессионалом, чтобы он был хорошим человеком, да, человеческие качества, а не из этих. Это для меня первоочередно. Смогли бы ли вы работать с человеком, который вам, ну, не подходит по вашему духу, даже если он крутой профессионал? Конечно, однозначно нет. Нет? Однозначно я бы не работал с этим человеком. Для меня это как одна семья. В семье должно быть все слажено, механизм должен быть отточен, и должны мы дышать одним дыхом, должны одной идеей. И не зря группа Артели, те люди, которые действительно живут одной идеей. И человеческий момент для меня очень важен. Я когда их подбирал, я общался с каждым, встречался, смотрел в глаза. Для меня это очень важно. Вот пусть он будет менее профессиональный человек, но зато в семье будет классно. Они, конечно же, они не какие-то корявые музыканты. Нет, конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Что-то есть выше, ниже. У меня там есть и ребята с международными, скажем так, конкурсами и так далее. Ребята очень. Но здесь очень важно отношение твое к ним. Когда они видят твое отношение, они, конечно же, тебе воздают тем же, если ты поступаешь с ними плохо, соответственно, ты получишь точно такое же обратное. Или, во всяком случае, это будет сначала лукавство, они будут играть, потому что где-то они зависят. Ну, конечно. Но все равно потом, рано или поздно, это распадется. Поэтому только построено в коллективе на доброте, понимании, взаимопомощи и прочее. У меня в Петербурге своя творческая мастерская, студия «Зуга-Зайпси», где мы встречаемся. У нас большой стол на восьмерых. Мы садимся, обсуждаем программы. У кого-то какие-то проблемы, значит, помогаем друг другу, если надо. День рождения отмечаем все вместе. Также все вместе, Новый год. Для меня это очень важно. Это близкие люди уже, родные, да? Я рос в большой семье, когда остался без родителей. Я воспитывался в детском народном ансамбле. Я постоянно жил там, я это видел, все это вот. Ну, для меня это близко, я не могу по-другому. И к людям надо только с уважением. Ну, и самое главное, чтобы и люди понимали, не садились на голову. И, слава Богу, у нас есть это понимание. Когда воспринимают доброту за слабость, это очень плохо. Тогда наше сердце мягче вашего не будет. Так что не серчайте потом. Но, когда действительно есть понимание, и когда доброта воспринимается как действительно доброта, милосердие и прочие вещи, а не доброта за слабость. Поэтому все должны работать в едином этом. Если будет только один поступать по-доброму, а второй будет это только есть, не буду называть там какие-то сленговые слова, только потреблять, тогда это, ну, это... Взаимообмена не получится и соответственно... Все должны работать в едином этом. Поэтому мы живем в этом обществе. Когда по-доброму, то по-доброму. Когда идешь с войной, ты получишь то же самое. Когда ты поступаешь не так, как надо поступать. Ну, значит, жди ответственную реакцию Все должно быть Поэтому я верю в хорошее, доброе Мы все равно, я очень рад тем людям Которые делают зло и делают плохо Я учусь, я смотрю Я принимаю их пример И понимаю, как мне нельзя делать Как поступают мои коллеги по цеху Звездные болезни и прочее Я это все примеряю на себе И бью себя по шапке, чтобы я оставался человек То же самое мы говорили с вами в больших городах Которые высасывают из нас все доброе Хорошим мы остаемся Железными черствами, просто наглыми людьми И просто теряем человеческий облик Это и есть это Я так же стараюсь над собой в этом плане работать Потому что действительно мегаполис С нас вытягивает все И мы приезжаем все из глубинок, с Белоруссии, с Сибири Добрые, взрослые на картошке С хлебом, туда-сюда Где мы вообще От земли, от цехи И там теряем все человеческое Забываем про все, деньги в глазах и прочее Нельзя так Я, во всяком случае, я не собираюсь никого учить И даже не собираюсь вещами заниматься Я сейчас говорю про себя Как я себя бью по шапке, по голове Порой говорю, что не забудь Кто ты и откуда чего Не забудь Несмотря на то, что да, я работаю в жестких условиях Что бизнес это просто Ну Ну да Зависть, склоки и прочие моменты Да в любом большом бизнесе Где это все на виду Поэтому призываю всех сохранить человеческое лицо Об этом поют У нас совсем чуть-чуть времени остается Очень мне еще хочется послушать Давайте, может быть, новую Ахиллесу Давайте, да Вот о тех вещах, о которых и сейчас я говорил Я уже вам тоже говорил еще перед эфиром Мы недавно слетали в Сирию На военную базу к нашим ребятам Поддержали их Тяжелые военные условия Мы летали туда военными бортами С коллективом Делали концепты там На блокпостах Много всего Я рад, что моя работа сопряжена с этим Мне приятно с ними общаться Чем с гламурными какими-то ребятами В тусовках и так далее Я общаюсь с военными С обычными людьми Ну, они далеко не обычные люди А военные ребята Бизнесмены, спортсмены С интересными судьбами Которых можно научиться И мужскому, и настоящему И вещам Давайте, может, послушаем эту новую песню Называется она «Петахи леса» Это очередной альбом Одна из заглавных песен, наверное Ну, может быть, не заглавных Но это некие мои мысли, переживания То, что происходит сейчас Это в семнадцатом году он уже весной, да? Ну, я планирую Там, как Господь даст Я, знаете, планирую в семнадцатом А выйдет он В пятнадцатом Погоди мы ждали Солнце надо мной Неласковое солнце Все горит огнем Высохли колоссы Седые города Чёрная свора И хлынула беда В чистых озёрах Что-то в моём мире не так Где же оно то слабое место Но кто-то, видно, думаю так Нашёл ту пету Ахилеса И вот опять я иду Против ветра И вот опять я иду Через боли И бросаю в сотый раз Бессоветно Зёрна на вышином поле Шаг за шагом Раненый, битый судьбой Я смываю сажу И небо крашу В цвет голубой Шаг за шагом Беру и открываю ставни И, может быть, на беду Вновь веду Собираю камни Качнулась подо мной В рухнувшее небо Мир был цветной Теперь чёрно-белый Весной отца ненасти Проснулись вулканы И всё лежит Под пластью Огненной лавы Что-то не так Где-то течь Где оно Где это место И как бы понять Уберечь Эту беду Ахелеса И опять я с лесой Готов умыться И с колен опять Встаю в этом мире И собираю В сотый раз По крупицам Стены священной Пальмиры Шаг за шагом Ранены Битой судьбой Я смываю Сашу И небо Крашу В цвет Голубой Шаг за шагом Беру и открываю Ставни И может быть На беду Вновь 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 Собираю Камни И может быть На беду Вновь Вновь Собираю Камни Солнце Солнце Надо мной Ласковое Солнце Истина Водой Хлынула В колодце Прогноз Погоды В центре Экстрембурга Минус 3 И по данным Яндекс.Погоды Ночь сегодня На Урале До минус 4 Во вторник 1 ноября Днем Синоптики Обещают нам Переменно Облачную погоду Местами пройдет Небольшой снег Будет дуть Северо-восточный ветер До 3 метров в секунду Днем до минус 2 Радио Шансон 103.2 ФМ Желает вам Отличного настроения Одевайтесь теплее Друзья Реклама На радио Шансон Сделана От души Привет, Экстрембург Это я, Михаил Шафутинский Еду к вам Лечу Приглашаю вас В концертный зал Космос 26 ноября Я там спою для вас Все ваши любимые песни До встречи в космосе 12 плюс Привет Ты почему все еще С зубными протезами Импланты же хотел Вот Проконсультировался Говорят Полгода ждать надо Зачем? Иди прямо сейчас В Royal Dent За три дня установят Швейцарские импланты И протезирование проведут Стоматология Royal Dent Имплантация и протезирование За три дня Щурса 60 Телефон 20-02-3-9-ки Сайт Империя Львиц Без возрастных ограничений Телефон рекламной службы Радиошансон В Екатеринбурге 386-0086 Пробки Движение в Екатеринбурге плотное В 5 баллов сейчас оценивается Проезд на почти вечерних дорогах города И по данным Яндекс.Провод Встанем подок Реатрепина до Кирова Ставим там почти 15 минут Тормозит участок Поленина Темирязево до Московской 15 минут потеряем Комсомольская Сложность есть от Малышвого До Сибирского тракта Стоит гражданская От машинистов до Некрасова Белинского Карла Литвенского От Сверетина до Ленина И комсомольская От Игоршинского подхода До профимерной фабрики Там оставим около 12 минут Радио Шанзон 103 Доброй дороги, друзья Вам желает Неумолимо, друзья Заканчивается время Быстренько подводим мы итоги С Виталием мы обсудили Своей фирм Да Значит, два билета Достаются Вячеславу Был вопрос про гадкого утенка Наталье DVD-диск и диск Артему И еще одному Алексею Тоже по диску Обязательно всем После эфира позвоню Все расскажу, как забрать На самое сладенькое Вкусное 12 ноября Друзья, приходите Посмотрите лично Я лично влюблена В хорошем смысле Этого слова В профессиональном именно Спасибо большое Всех ждем 12 ноября Да, 12 ноября Виталий, спасибо Вам огромное За эфиры За Вашу искренность За Вашу доброту Это прям таким Позитивным наплывом Это все Кусочек облаков Виталия Аксенов Только для Вас, друзья Да, любви О добре Спасибо большое Радио Шансон Спасибо Екатеринбург До встречи 12 ноября Я тебе приду Я тебе возьму За руку Мы пойдем с тобой Мы пойдем вдвоем За реку Глянь, как все цветет Все тебя ждет Дожидается Все тебе цветы Хорошее радио Хорошее радио Радио Шансон Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому